Куча команд, которые приезжают на мажоры, сидят на таком очке. Если ты не умеешь тусить, то ты не умеешь играть. В свое время я был тоже этим скидодротчером. Я спал и видел тактики. Понятно, что там симпл брать, это в любой состав возьмут симпл. Ты ставишь его на монитор и все равно всасываешь чемпы. Всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста Подкус на канале WayPlay. Сегодня хороший день. Скажем так, на улице льет дождь. А мы сидим в уютном нашем подвальчике и общаемся с нашим очередным замечательным гостем. Если вы смотрели наши подкасты до этого, то увидели, что у нас в гостях был уже Бумыч, была Диана Райс, были гости, связанные с Counter-Strike. И мы продолжаем эту линию. Сегодня мы пригласили в гости непростого человека. Это MVP Мажора в Кракове. И при этом еще и очень хороший человек, что вообще редко встречается вместе. MVP и хороший человек, согласись. Наверное. Это такое удивительная коллаборация, но при этом очень хороший человек. Даурен Кистаубаев. Более известный всем нам, как Адрен. Привет, Адрен. Всем привет, всем привет. Тебе привет. Привет, Адрен. Слушай, очень рад, что ты сегодня у нас в гостях. Дефолтный вопрос. Как ты вообще? Ты участвуешь в каких-то подкастах, каких-то таких разговорных шоу? Подкасты вообще, по-моему, это было второй раз, по-моему, мой второй подкаст. И в основном только интервью были такие, ну, официальные, в общем. Ну, официальные штуки. Официальные, да, штуки, да, все. И таких прям подкастов, таких, что мы по душам бы говорили, таких особо не было. Но я думаю, сегодня как раз то самое шоу. Будет твой первый раз, Адрен. А он всегда обычно бывает плохим, но мы надеемся, что он будет хорошим. Ты думал, что мы сразу начнем с Counter-Strike GO, то ты, конечно, ошибался. Мне вот резко так очень захотелось узнать по поводу твоего нового вообще как бы интереса это Dota Auto Chess. А, ага. Вот как ты вообще попал в Dota Auto Chess? Потому что, ну, Counter-Strike игрок, про-игрок, и вдруг Dota Auto Chess. Честно сказать, я... Ну, Auto Chess всем нравится. Понятно, игра крутая. Я сам в Dota раньше любил играть. Я помню, когда я играл в Dota еще, когда она не называлась Dota. Это было в Warcraft, она называлась там Aoe, что-то такое, в общем, такое. Да, да, да. И я тогда еще начал играть. А Ion что-то... А Ion, да. Я помню, тогда был Сен Кинг, который давал стан подкопом на 5 секунд, а ульта заработал за 4 секунды. То есть не было шансов никого. Вот. И как-то я приехал на мажоре, смотрю, видел, как ребята все играют в Auto Chess. Я понять не мог, что это такое. Это Dota, смесь Dota и Hearthstone. Думал, наверное, что-то интересное, если все прям так сидят и играют. То есть никто там не тренируется в Counter-Strike, все играют. То есть это проигроки в Counter-Strike? Это все. Это было на мажоре, это было в Катовице. Я приехал и приходил в прокруму разных команд, здоровался с ними, смотрю, все играют в Auto Chess. Я думаю, что, с ума сошли? Что это такое? Я говорю, попробуй. Я говорю, да не хочу я пробовать. Я говорю, мне и так нормально. Попробовал. И вот, пожалуйста. И все, да? Я знаю, что ты там ночь не спал, да, перед мажором или перед... Нет, это было перед Blast, который мы выиграли в Майами. Тогда такое настроение было паршивое. Мы там проиграли первый игровой день. И я сидел, я поиграл там немножко Counter-Strike, там часа два. И так не хотелось спать. Америка, там, Майами. И гулять не хотелось. И гулять не хотелось, потому что было опасно гулять по Майами ночью. А не то, что там меня могут побить или что-то, а просто можно загулять. А, в этом плане, да. И тогда уже на следующий день было бы сложно вернуться в игру. Поэтому я решил поиграть в какую-то игру. АвтоТесс, пожалуйста. И все, и вот это вот, получается, ехал на... Летел даже на Blast. Да. Видишь, у нас тут какие-то звуки мыши завелись у нас в подвале. Слушай, вот ты летел, получается, на Blast невыспанный. Ты там спал буквально... Нет, я просто этот jet lag небольшой. И плюс паршивый день, так сложилось. Но зато то, что я поспал два часа перед финальным днем... Два часа перед финальным днем? Да, это сказалось. Я почему-то начал играть очень хорошо. Ну вообще, как тебе Dota AutoChess? Вообще, AutoChess вот эти вот... Интересно, прикольно, мне нравится. Я не знаю, как объяснить по-другому. Крутая игра, классно придумали. Ну, то есть и пошаговые вещи тебе тоже нравятся. Да, я могу сказать, что я последние, на самом деле, два месяца не играл AutoChess. Я скачал его на телефон. Underlords, по-моему, называется, да? Ну, есть Dota AutoChess, то есть от оригинальных разработчиков. Есть Dota Underlords. Вот, я скачал, потому что AutoChess'а нет на телефоне. Я скачал себе... Есть. AutoChess тоже есть? Есть, да, он вышел первее, чем Dota Underlords. Вот, все, теперь прощаю свободное время. Нет, я просто, на самом деле, не играл. Я вступил, ну, потом уже поговорим об этом. Я вступил в команду. Мне надо было играть очень много Counter-Strike, и я стал фокусироваться именно на Counter-Strike. И проводить... Если играешь AutoChess, то это уже минус час, два, три, может... Которые надо тратить, в общем-то, на практику. Я решил использовать в нужном русле играть Counter-Strike. Понятно. Ну, вообще, ты играл, я так понимаю, в Dota Underlords, да? И Underlords поиграл. Но она мне не так нравится, как AutoChess. AutoChess, она мне как-то более по душе, потому что, может, я в Dota играл из-за этого. А вот у нас, кстати, недавно прошел турнир. У WePlay прошел турнир по Dota Underlords, и у нас даже определился уже победитель, и призовой фонд был, в принципе, достаточно немаленький, 15 тысяч долларов. О, классно. Вот, в принципе, первого турнира, для начинающего, для соло-игры, это нормальный, как бы, призовой фонд. Вот, так что, возможно, ты, конечно, не в той дисциплине играл, скажем так, в AutoChess. Я не знаю, я даже не собирался просто, ну, так, играть в кайф. Просто там и друзья, когда умеют играть, и мне вообще нравится, что AutoChess добавили возможность играть дуо. Это вообще, это вообще круто. Сидишь, обузишь своего тиммейта, говоришь им, скидывай мне побольше, я выхожу в инкам, и выиграешь игру. Ну, нет ничего приятнее, чем обузить своего тиммейта. Да. Слова моей жены. Вот. Как ты коротаешь вообще время между праками в перелетах, кроме AutoChess? Что ты еще делаешь? Ну, зависит от времени, на какой стадии подготовки находимся, готовимся ли мы к крупному турниру или к среднему. Ну, это, в принципе, не важно. В основном я беру перерывы на 15 минут, чтобы просто полежать на диване. Вот такое вот занятие. Отключиться просто. Ну, потому что, когда у тебя в день, скажем, 8-7 карт тренировок, плюс еще ты обсуждаешь тактики, ты обсуждаешь ошибки, постоянно в весь процессе, нужно когда-то отдыхать. Есть время на покушать, есть время 15-10 минут перед следующей карты, где ты можешь просто полежать и отключить мозг. Ну, ужас. Слушай, у тебя получается весь день состоит только из тренировок, из тренировок, у тебя есть 15 минут полежать на диване? Это когда ты набираешь форму, когда набираешь, строишь какую-то новую игру. В последнее время у меня так и получалось, потому что я с одной командой в другую переходил, и постоянно новые позиции, новый геймплей, новое понимание игры, и из-за этого мне приходилось больше адаптироваться, больше играть и привыкать ко всему этому. Допустим, если бы мы играли с командой год, и у нас были какие-то вещи обсуждены уже заранее, то можно было проводить время полезно, скажем. Не знаю. А есть время там на какие-то гуляния, еще что-то? Потому что даже у футболистов есть время. Ну, конечно. Это бывает, скажем, в неделю раз или два. Мы выделяем день, где мы отдыхаем от Counter-Strike. Вообще от компьютеров стараемся вообще не сидеть за компьютерами, потому что это не отдых, если ты взял день перерыва, сидишься на днями за компьютером, даже играешь в Underlords, неважно, во что ты играешь. Но это не отдых. Нужно гулять, нужно... В общем, real life очень важен, да? Конечно, конечно. Это спорт, real life. А много бухают вообще Counter-Strike? Ну, вот, скажем так, в эти дни? Зависит от поколения, скажем так. Молодые больше. Да, молодые гуляют сейчас, а, скажем так, ветераны, старички уже в своем роде гуляли. То есть я уже реже вижу, да, я сам не люблю погулять там сейчас уже как-то. Даже все эти твич-пати, которые там были, неважно, там, которые организовывают турниры, как-то оно уже приелось. Видишь одни и те же лица, одни и те же разговоры. Кто-то неискренний, кто-то ходит тебе, постоянно говоришь, что ты такой крутой, на самом деле за спиной может думать другое, это как-то, это видно, это чувствуется. А просто прийти и ужраться всичку, это уже все. Ну да, это уже какое-то странное времяпровождение, уже не хочется этой танцы. Да, это неинтересно, да, никогда не было интересно в геймерской тусовке нажраться и танцевать. А последнее путешествие где-то вообще было? Если не брать турнир, если не брать турнир. Если не брать турнир, а ты вообще путешествуешь? Блин, забыл. Это я был... Отдых может что-то? Да, был на отдыхе, а был в Париже неделю отдыхал. Бух ты, как впечатление у тебя от Парижа? На этот раз, когда я поехал не на турнир, было совсем по-другому. То есть я там успел посетить крутые места, покушать где хотел, там, то есть не где команда хотел, а где я сам хотел покушать. Вообще покататься, там есть самокаты электро, где ты снимаешь их. Я просто покатался по всему Париже, было классно, вообще замечательно. Увидел Эйфелеву башню, забрался на нее? Нет. Я забирался на нее уже несколько раз, поэтому для меня это было уже скука. То есть я посещал такие места, которые я не посещал с командой и вообще не посещал во время турнира, потому что есть такие, как так сказать, интимные места, не знаю. Я, допустим, нашел одну кафешку такую, она вообще была где-то в закоулках рядом с Notre Dame de Paris, и владелицы была парочка, дед и бабушка, уже, не знаю, лет 50, наверное, вместе. Это их кафе еще со старых времен, они там готовят очень вкусно, у них там небольшое меню, но все очень вкусно и круто вообще там, атмосферовать. Семейное кафе, где ты посвящаешься. И я говорю, что вот прям, ты такие места посещаешь, и ты чувствуешь, что уже другой, не тот, который там приезжает, как турист. Ну да, вот эти вот стандартные какие-то места, да, это все. А есть ли какое-то место у тебя, вот в рамках, ну, то есть, в которое бы ты хотел вернуться? Ну вот прям хотел бы конкретно попробовать еще раз туда вернуться, вот именно в рамках отпуска, не там... Ну, в рамках отпуска я всегда хотел вернуться в LA, в Лос-Анджелес, это прям, я бы там даже жил бы. Возможно, где живет Илон Маск, конечно. Все там хотят. Все, что нужно вообще. Там есть солнце, там есть все. Там есть все, все, что тебе нужно. А чем тебе так понравилось, кроме солнца, вообще? Ну, атмосфера, как там, как люди вообще мыслят. У меня там есть знакомый живет, он рассказывал, как люди вообще здесь адаптируются, и как оно все происходит. И говорит, что это намного легче, чем где-то где-либо в другой стране, возможно, там, я не говорю про остальные страны СНГ. Допустим, кто приезжает сюда, им сложнее адаптироваться здесь, нежели ты поедешь в Америку, в Лос-Анджелес. Как-то проще. Там люди относятся проще, и там действует немножко, по-моему, другой закон в плане менталитета. То, что, когда ты приезжаешь и там общаешься с, не знаю, с калифорнийцем, можно ли как сказать так, они относятся к тебе как, они открыты к тебе и доверяют. Но если ты накосячил где-то, то все, доверие пропадает. А у нас немножко наоборот, доверия нету, и все это пропало, ты должен его заработать, а потом тебе уже открытые доверяют. То есть, как-то вот у них наоборот работает. Ну, они счастливы. Они счастливы? Они счастливы. Они построили так свою страну, что они могут быть сейчас счастливы и наслаждаться этим счастьем. На какой сцене ты хотел бы вообще сыграть снова? Снова? Да. Блин, сложный вопрос. На какой сцене, я сказал бы, какой сцене я хотел бы выиграть. Может, другой вопрос. Ну, хорошо, давай так перепрошу, не проблема. Я бы с удовольствием выиграл где-нибудь в Кельне или в Котовице, где просто бешеные куча народу, где они орут и бесятся. Там, где стадион бухает, там весело. Если я вам серьезно говорю. То есть, я видел кучу стадионов, где люди не бухали, они просто сидели, смотрели. И там такие кислые морды, знаешь, сидят. О, как в театре. А есть стадионы, где чуваки там с пивом орут, понимаешь, они там полуголые пьют с кроссовок. Ну, то есть, это классно. Может, они даже не понимают, что происходит. Да, это неважно, понимаешь, не понимаешь. Я один раз, помню, пришел на матч хоккея такой чуть-чуть податый. Мне было весело, классно. Я не понимал, что происходит. Ну, там все орут, все прыгают. Я тоже прыгал, орал и было классно. Был камбэк какой-то, ну, было классно. То же самое, я говорю, это драйв, это... Но нет такого ощущения, что... Ну, ни в коем случае не пейте, это плохо. Ну, да, это плохо. Пить, курить, это очень плохо. Да. Нас смотрят и дети, нас смотрят и подростки. Ни в коем случае этого не делают. Я чувствую. А ты водку-то попивай. Я чувствую, как мне уже будут писать комментарии, как... Да. Что Адрен себе позволяет такого? Кстати, как правильно, Адрен или Адрен? Потому что Диана Райс тебя упорно называла Адрен. За 10 лет, игра 15 лет, но за 10 лет, как меня называют, я уже провык и так, и так, и Адрен. Ну, а ты придумывал его как? Ну, то есть... Вообще был Адрен по-началу. Потом был Адрен. Адрен? Адрен. 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 Андрей. Еще есть Андрен. То есть куча вариантов, я уже ко всем привык и... Понятно. Не, в принципе... И у тебя имя такое интересное? Даурен. Ты не пробовал играть в мир Варкрафта? Мне кажется, ты был бы номер один стример. Наверное, Ворчифт, да? Тот самый. Да-да-да. Да-да-да. Лава боевых коров. Кстати, такие игры, типа World of Warcraft, такие игры мне не пошли. Я играл в Lineage давным-давно. Но как-то случилось так, что я выходил за зону, получается, меня ловили, убивали. Так случилось раз... Да. Раз шесть, и я просто удалил аккаунт и сказал все. Спасибо. Больше не буду играть. Вот они ради этого, собственно, и... Спасибо. Спасибо им за... Потому что я слышал, очень много про игроков играли в World of Warcraft и просто уходили за головой в тот же самый Forrest. В свое время он тоже играл в World of Warcraft. Ну, это им не помешало выигрывать турниры, но, тем не менее, я думаю, что это какой-то мере мешает вообще. Ну, да. Ты должен, по идее, концентрироваться на какой-то одной дисциплине и выжимать из нее максимум. По идее. Ну, тоже нельзя постоянно там сильно прям зацикливаться на одной игре. Нужно тоже расслабляться. То есть у каждого тоже свои расслабления. Да, Real Life тоже классно. Играть в одну игру тоже классно. Но надо играть в другие игры, чтобы как-то... Ну, это, по крайней мере, развитие. Это как ждать одну книгу, да? Типа всю жизнь. Я хотел бы перейти к нашей рубрике, в которой я хотел бы с тобой вместе составить топ-10 вещей, которые ты взял бы с собой в отпуск. Топ-10 вещей, без которых ты никогда не отправляешься в путешествие. 10 вещей? Без которых ты никогда не отправляешься в путешествие. А эти вещи можно некоторые докупить в отпуске? Скажем, я не взял с собой, но... Нет, ну вот ты собираешь сумку. Что ты обычно кладешь? Там же наверняка 10 каких-то вещей, из которых, может, талисман какой-то у тебя есть. Может быть, у тебя есть любимые трусы. Я не знаю. Я отошел от всех этих талисманов и прочего еще лет пять или шесть назад. Я понял, что это не работает. Не работает, да? Ну, это не работает. Какие талисманы? О чем может быть речь? Ты с собой носишь этот глаз или какого-то, не знаю, петуха маленького, который помогает. Ты ставишь его на монитор и все равно всасываешь чимпы. В этом нет никакой силы. Да, если, может быть, как-то самовнушение, плацебо. Может быть, что ты выпил таблеточку и ты такой... Да нет, такого нет. Это все фигня, это все в голове. То есть, если взять куклу Вуду Симпла, например, и втыкать в нее иглы, ничего не произойдет? Он будет еще бить больше, скажем, 80-90 будет бить, скажем. Это не поможет. Ну, тогда какие вещи ты берешь в путешествие? Я беру с собой всегда наушники. Я с наушниками с шумоподавлением. Это самые мои любимые. Это прям must-have. Потому что куда бы я ни ехал, куда бы я ни летел, всегда есть. Эти наушники тоже могут просто заткнуть всех, кто вокруг сидит, что говорит. Ребенок плачет, шум машин, гул. Одеваешь наушники и все, тишина. Вот. Да. Наушники. Это прекрасно. Какую ты музыку слушаешь, да? Я музыку слушаю, да. Какой у тебя любимый жанр? Ну, все сейчас, все и так знают. Я думаю, какая казах, есть еще один казах, один рэпер, его зовут скриптонит. Скриптонит. Да. Скриптонит, больше такой жанр. У меня там есть еще знакомый, недавно познакомился с музыкантом. Такое у него прозвище, масло черного тьмина, может кто-то слышал его. Вот. И такое вот направление музыки, можно сказать. Казахский рэп. Ну, можно сказать так. Вторая вещь, какую ты берешь? Наушники ты взял, значит ты должен еще, наверное, слушать. Мне больше ничего не надо. Слушать, 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 не видишь. Телефон, конечно. Горенький? Телефон. Да, конечно. Смотреть, чекать новости, слушать музыку через телефона. Опять же, через чего можно еще смотреть. Смотреть тоже. Я качаю на телефон сериалы и прочие. Когда скучно. Либо книжку какую-нибудь, которую ты скачал. Тоже. Зарядка считается за вещь? Ну, конечно. Зарядка. Это может быть даже и талисман. Не, ну подожди. Зарядка относится к телефону. Да, да, да. Не считается. Все, вычеркиваю. Зарядка нет. В отпуск. Вот в отпуск. Ты летишь в отпуск. Отдыхать. Блин. Если брать, ну, такие дефолтные вещи. Ну, там, вещи, кофты. Это джинсы, это же не считается же. Ну, считается. Почему нет? Тапочки. Вот, кстати, тапочки я начал брать в последнее время. Я понял, как это удобно. Я купил себе специально две пары тапочек, чтобы ходить к них в отелях. Может быть, там, если летом жарко или вообще в каких-то таких местах, где ты ходишь, где ты можешь ходить в тапочках. В общем, это очень удобно. Потому что ты не ищешь в отеле там… Ну, да. Они каждый раз какие-то бумажные, то еще какие-то. Вот. Это, кстати, полезная вещь. Я начал ее брать вот последние четыре месяца. Вот. Да. Видишь, а ты, а ты говоришь, не знаю, что я беру. Вот тапочки. Ну, тапочки, да. Тапочки, да. Тапочки – это важно. Есть две книги, которые я с собой беру и которые не могу-то не так дочитать. Я, допустим, есть книги, которые я читаю дома, а есть книги, которые я беру с собой в путешествие, где я их читаю просто вот такими, скажем, отрывками, знаешь, такими большими, там, час-два, где я лечу или там куда-то еду. Я их читаю и все, я вношусь только по… А что за книги? Раскрой секрет. Одна из них – это книга бывшей тренеры. Я забыл, как его зовут. Бывший тренер Майкла Джордана Коби Брайанта, который рассказывает о том, как стать, он называет их чистильщиками, которые чуваки, не которые хорошо играют там или показывают какие-то хорошие результаты, это которые чуваки, которые просто приходят и все знают, что он пришел – все. Ну, это все. То есть можно складывать вещички, поехали домой, он вот пришел – все. Здесь сделать нечего. То есть он рассказывал о таких вещах, как стать таким или вообще что нужно, чтобы стать таким. Вторая книга – это Агата Кристи, которую я периодически так почитываю, но которую я хочу прочитать именно. Она такая небольшая. Мне подарили ее, я ее так немножко почитываю, но, блин, я пытаюсь себя как-то наладить на другой лад жанра книг, чтобы мне понравилось это и прям… То есть ты пробуешь детективы, да? Да. Я раньше любил детективы. Я раньше читал Акунина очень много, все его почти, там, куча друзей. Но, блин, Акунина после этого я никак больше ничего не мог читать. Ты знаешь, а сейчас перед экранами, перед нашими, господин по фамилии Тисленко спрашивает у тебя, задает знатоку вопрос. А почему ты не читаешь мою книгу в перелетах? А где она? Ну, никто ее не усылал. Будет книга, я прочитаю, почему она. Я думаю, что она интересная. Ну, интересовался, по крайней мере, да? Потому что, ну, это… Нет, он мне писал там, типа, скажи, с кеми своим адресом, я тебе вышел эту книгу и после этого как бы она не пришла. Может, она где-то затерялась, может, какой-то фанат ее просто… Перехватил где-то. Перехватил где-то в почте и все, как бы она затерялась. Съел. Вот отпуск, это совсем… Одно дело, это… В отпуск не так часто летаю. Вот еще проблема. На турниры очень часто. На турниры я бы сказал, что я беру с собой, там куча всего. Почти те же самые вещи, только с девайсами. Ну, то есть, в принципе, у тебя стандартный набор. Никаких тотемов, никаких там вещей. Никаких там, каких-то вещей. Это я от этого отошел. Раньше я носил с собой там… У меня были черепашки, были всякие… Глаз, который голубой, как он называется, я не знаю. У меня какая-то деревяшка была. Глаз голубой у тебя был? Как называется? Глаз голубой… Я не знаю, как называется. Типа от сглаза и прочего. Ага. Ну вот я даже не встречал таких. Носил раньше неферитовый камень с собой. И… То есть… То есть, ты прям максимально раньше был окружен, да? Не максимально, просто мне надавали, я положил, ну пусть лежит. Чего-то такого. А когда я всего избавился, уже появились результаты. Появились победы, да? Да, да. То есть, такие штуки были заговоренные? Может быть, какие-то комбины были неправильные. Скажем, этот глаз не может с нефильтровым камнем быть вместе. А-а-а… Ну… Ну… Если кто-то Underlords, это неправильный альянс, да? Да. Два демона, да. В общем, мы выяснили, какие вещи с собой берет Адрен в отпуск. А вы, дорогие наши зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, без каких вещей вы не ездите в отпуск. Очень интересно это узнать. Я сразу здесь хотел бы перейти на интересную тему. Хотелось бы поговорить по поводу решафлов. На сцене Counter-Strike. Вот самый нашумевший решафл сейчас в последнее время – это переход Бумыча в Na'Vi. Так. Его называют самым, скажем так, дорогим приобретением в СНГ пространстве. Вот. Ну, мы не знаем детали этого контракта, но так говорят. Опять же. Вот как тебе такой переход? Усилит это Na'Vi? Ну, я в любом случае думаю, что что бы там ни произошло, Бумыч – это усиление. Потому что это надо дать должное Ваньке Эдварду, который там был у истоков Na'Vi. Он легенда. Он нереальный, типа, крутой чувак и играет круто. Просто время у всех подходит к концу карьеры. Поэтому Бумыч молодой. Поэтому эта замена была такая… Это вообще win-win ситуация для Na'Vi. Он молодой. Он перспективный капитан. Он хорошо играет. У него есть хорошее понимание игры. Плюс… В общем, куча плюсов. И… Я не видел другого выхода для Na'Vi, как поменять игрока, как на Бумыча. А ты против него играл когда-нибудь встречались? Конечно. Мы проиграли ему на Мжоре. То есть ты как раз оценил его силу? Ну… Скажем, я не прямо так, чтобы я оценил именно Бумыча. Просто как команда была в Cubifyr на тот момент. Она просто показала какой-то кураж на турнире. Такое бывает, такое случается. Взлет резкий, да? Да. Ну все знают. У нас тоже такое бывало. Вот. И… Да, это вообще круто. Ну, мне нравится, что Na'Vi взяли именно Бумыча такого молодого. Он еще такой приятный человек сам по себе. Да, Бумыч действительно приятный человек. Ну, в принципе, и ты ничем не хуже Бумыча. Тоже приятный человек. И вообще я рад, что в киберспорте встречаются не только как бы зазнавшиеся люди или люди, которые там на больших таких деньгах потеряли голову, прямо скажем так, а еще и люди честные, открытые, искренние. Это очень круто. Но вообще, вот если честно, опять же, я, скажем так, призываю тебя к честности. Были ли у Na'Vi какие-то еще варианты не хуже, чем Бумыч? Может быть, кто-то их бы усилил гораздо лучше? Кто бы их мог усилить? Кто бы их мог усилить гораздо лучше, да. Кто бы их сделал, возможно, если не Бумыч, то кто еще? Да, блин, да, куча была молодых игроков, которых можно было купить вообще. И те же из авангара молодые, с которыми я сейчас играю. Там у них куча талантов. Сейчас, я знаю, есть Форс, команда, где тоже куча молодых. Куча-куча всяких. Сейчас в СНГ очень много молодых игроков, которые могли бы усилить команду. Просто здесь надо было понимать по темпераменту игрока, как он себя вообще ведет, как он себя ставит в команде и на что он вообще рассчитывает. То есть от этого все зависит. Я думаю, что Бумыч – это идеальное решение для них, он спокойный, он может пойти на уступки. Он был капитаном своей команды, это говорит о том, что он знает, какого это быть капитаном и что это сложная работа. И он может пойти на уступки, потому что не каждый хочет быть капитаном в команде. Это говорит, что он коммуникабельный и, в принципе, при этом он хорошо играл. То есть для меня это, по-моему, был… Очевидный вообще выбор, да? Да. Не то, что очевидный, но это был, пожалуй, лучший выбор из тех, которые можно было взять. А как ты думаешь, хватит ли им с такой замены времени до мажора в Берлине, чтобы вообще… Я надеюсь, что нет. Ну, я буду говорить откровенно, я надеюсь, что им не хватит времени сыграться и они будут послабее, чем они могут быть. Но, зная Na'Vi, их подготовку и их желание, стремление, то… Единственное, что может сказаться здесь, это опыт командный, скажем, опыт Бумыча, готов ли он выигрывать и вообще готовы ли игроки сами выигрывать. Мажор. Если психологически все будут настроены и готовы к этому, то это все. То есть Бумыч еще не прошел тот огонь и пот, который он должен был пройти с командой, чтобы выиграть мажор. Он должен, скажем, проиграть еще какой-то мажорчик обидный, где-то ему дадут камбэк, он такой расстроится. Где-то он залет какой-то раунд, возможно, это будет выигрышный для мажора. Понимаешь, что такое? То есть ты играешь, там, счет 15-14, ты оставишься один в два, два в один, вас в два, ты с тиммейтом. И в какой-то момент ты делаешь просто глупый мув, потому что ты понимаешь, что либо ты сейчас выходишь в финал, либо… Ну просто тебе дает камбэк, и ты проигрываешь. И когда ты совершаешь эту ошибку, ты психологически потом в следующий раз будешь готов к такой ситуации. Ты уже не будешь в таком стрессе. Потому что для тебя это случилось в первый раз. А когда это случается не один или несколько раз, то у тебя уже есть какой-то опыт. Ты уже не угоняешь себя в такой стресс, и ты готов к этому. Это все. Я думаю, что просто, возможно, Бумыч испытал все это уже давно, и он знает, и он испытывал это. Может, в Кёльне испытал, когда не играл. Ну да, в Кёльне он, в принципе, тоже к матче выигрывал. Но Кёльн и мажор – это совсем разное. То есть нужен мажор. Это вообще… Я заметил, что куча команд, которые приезжают на мажоры, сидят на таком очке, они просто боятся, они бздят, они не играют свои мувы. Когда ты видишь чуваков, которые летят на ноге на тренировках, на каком-то бласте, или на каком-то, я не знаю, дримхаке, они просто летают, бегают, прыгают, делают все свои лучшие мувы. Когда ты приезжаешь на мажоры, они такие раз и поднастрали. И сидит мальчик. Хотя, казалось бы, чем-то он отвечает. Да, он сидит и боится своих мувов. Потому что он думает, что все, это мажор, здесь нельзя ошибиться. Если ты ошибаешься, все, тебя накажут. И любая команда готова к тому, что ты делаешь. То, что ты бегал, носился на бласти – это хорошо. А то, что ты приехал на мажоры и не можешь этого делать – это же другое. Там уже много акул, которые этим воспользуются, да? Все готовы, на мажоры все готовы. Все на полном фокусе играют. Нету таких команд, которые приехали в плохом настроении, там, у кого-то там терки в команде или что-то еще. Все приезжают на мажоры и все меняются сразу. Все у нас такие серьезные, все прямо на фокусе. Тут нет такого, что тебе не позволяет, там, никто не моргнет лишний момент. Все жестко. Не кажется ли тебе, что в таких случаях мажор, в общем-то, легче выиграть команде, которая приедет туда расслабленная психологически, которая приедет ненапряженная, которая поймает кураж именно в том, что ребята, один день живем. Да, но к этому надо прийти, к этому сложно прийти. То есть ты едешь на мажор, ты не можешь себе позволить сказать, ну, один раз живем, давай, ну, побежали, пацаны. Ты не можешь себе так позволить. Ты просто приезжаешь, ты думаешь, что пацаны... Большая ответственность. Да, давайте покажем себя. Я, честно говоря, не представляю, что будет, если появится какой-то типа International в КСе. Это же вообще просто все турниры перестанут вообще иметь какой-то вес или смысл, потому что все будут готовиться к одному турниру в году, и куда все приедут и наложат большую кучу говна. И будут сидеть и бояться. Я вам серьезно говорю, это будет вообще, это будет такое зрелище. Возможно, это будет скучный Counter-Strike, потому что все будут ползать. А возможно, кто-то раскрепостится, кто знает. Будет просто собрание кемперов. Все будут сидеть и бояться выйти. Ну, это такое психологическое тяжело. То есть, даже брать эти International, которые по Dota, там же не всегда выигрывают те самые фавориты, которые там... Ну, не всегда такое случается. Даже взять те же OG, которые выигрывали в прошлом году. Кто вообще мог ставить, что они... Ну да, они тоже там такие камбэйки, конечно. И вот они как раз сказали, один раз живем, давайте погнали. Вот тот момент случился, когда они уже... Это была история мести. Они поднимались снизу, снизу, и уже, знаешь, пути назад не было. Типа, все. Это была история мести, но у Тейла Флайо, правильно? Поэтому тут... Это его как раз и вынесло, в общем-то, туда и в финал. И это, конечно, прям кинематографическая история. Вообще классно. Мне нравится. Да. А что, вот скажи, по шансам у Made in Brazil, после того, как от них ушел Cold Zero и тренер заменил его? Это вообще реально после такого... Блин, вообще... Все реально. Ну, то есть ты никогда не знаешь, какой игрок придет. Ну, все говорят, что придет KNG, но... Опять же, непонятно. Все зависит от синергии. Может прийти вообще куда слабый игрок. И они заиграют так, как они не играли никогда. Ну, пока они как бы заявляли, что тренер будет играть. Ну, тренер будет играть на мажоре. И шансы с тренером у них, честно сказать... Ну, да. Единственное, что их может раскрепостить, то, что они играют с тренером, и им в принципе терять нечего, потому что они играют с тренером. Как бы игроки будут играть спокойно, расслабленно на свой максимум, и при этом не ожидая от себя какого-то выигрыша или победы. Тогда, конечно, будет играться легче против команды, которая, как я говорил, уже испугалась и сидит на жопе. Угу. То есть, все зависит от их психологического состояния. А как ты думаешь, куда колдзера теперь подастся? Я думаю, что он ждет какого-то решаффла после мажора, какого-то интересного состава, где ему будет интересно и комфортно. Но я думаю, что... Не, это мое мнение. Я думаю, что ему будет тяжело найти связку таких игроков, как было ему комфортно, как он играл в MIBOR. Потому что там были старые его тиммейты, и перейдя в новый коллектив, он может столкнуться с чем-то новым, потому что он до этого не играл в таких коллективах. Он не ощущал, что какого-то играть с другими тиммейтами. И здесь он может уже... Либо он начнет играть суперхорошо, либо он пойдет по наклонной. Ну да, печальная участь пока что ждет, да, колдзера? Это просто мое мнение. Я говорю, что разные бывают. В разной команде бывают ситуации. То есть тебе не кажется, что это вообще такое импульсивное решение, вот колдзера уйти? Возможно. Иногда нужно брать паузу. Но я говорил, что брать паузу, это именно не уходить с команды импульсивно. Когда ты просишь паузу, если тебе дают ее, то это круто. То есть надо... Если команда попробовала все, потренировалась там, тренировалась под 10-12 часов в день, она меняла там структуру в команде, тактики, стиль, то я думаю, что нужно команде просто как-то отдохнуть друг от друга хотя бы на месяца два. Вообще не видеться, не разговаривать, вообще забыть о друг друге. И встретиться через 2-3 месяца как новые тиммейты. Те друзья, которых ты давно не видел. Ты рад их видеть, потому что ты с ними выиграл турниры, испытывал с ними какие-то эмоции, и ты встречаешься с ними через 2-3 месяца, и ты думаешь, блин, я по-моему соскучился, давайте заново творить. Давайте! Зажжем! Да, ну вот, я думаю, что иногда это необходимо. У меня есть такой опыт. Да, но вот в случае с Cold Zero, знаешь, вот когда ты... Мне кажется, это все равно достаточно подстава такая, скажем прямо. Потому что ты знаешь, что на место тебя придет тренер пока что, да, и он будет участвовать в мажоре, не просто там где-то, а он будет участвовать в мажоре. То есть, и когда ты игрок, когда Cold Zero, когда ты топ-1 игрок там, ну, топ игрок, не топ-1, а топ игрок мира, и ты понимаешь, что на твое место придет человек, который может заруинить, может быть и неправильное решение вообще, на самом деле, подставлять так команду. Сложно судить по этому. Конечно, это подстава с его стороны, подстава команды, и тем людям, с которыми он выигрывал турниры, вообще как и братья для него, это серьезная подстава. Но никто не знает, какая у них ситуация в команде. Может они поругались, может он вообще сказал, что там его кто-то, два игрока просто взяли и его там прокинули. То есть никто не знает об этом, и есть свои причины. Но я думаю, что если у них было все нормально, и у них не было никаких обид друг на друга, то идеальным решением для них было бы это расстаться просто. Они взяли бы пятого игрока другого, любого другого, они бы тренировались, играли все турниры нормально, но перед мажором просто Cold Zero пришел бы, свободно, опять отдохнувшим таким, свеженьким пришел бы и отыграл бы этот турнир. Это было бы честно и прикольно для них, это было бы верным решением. Но мы не знаем, что не произошло. Но мы не знаем, что не произошло. разобрать их матюки там, скажем так, из помещений репетиционных, скажем так. Вот пока там не разбериха в Бразилии, пока, скажем так, у нас три шафлы с Na'Vi, ребята из ENS демонстрируют, в общем-то, уверенную как бы игру и будут держаться вместе. Они говорят, что мы типа прям семья, и все, обнимашки. Вот как ты думаешь, от них стоит ждать вот какой-то сенсации вот от таких ребят? Блин. И у тебя есть какие-то новости из Икстана? Да нет, я думаю, что всякое можно ожидать. Это игра, Counter-Strike, в принципе. Ну, я имею в виду, какой подход может больше принести, как ты думаешь? Вот такой подход как у ENS, когда они вот мы вместе, мы сплоченные, все, никто никуда не уходит, никто никого не заменяет. Тренер пошел вон, будь, тренируй. Я просто не вижу проблем в ENS вообще никаких. Вот, вот. То есть на них со стороны посмотришь, молодые игроки, четыре молодых игрока, плюс Алло, который опытный. В самых стрессовых ситуациях он не затупит. Можно на него положиться, на опытного. И нет проблем, нет смысла делать решафлы. Опять же, все сводится к тому, что какая у них внутренняя кашля, что у них происходит внутри, как они разговаривают между собой. То есть ты думаешь, они только на публику такие? Мы ребята, а потом они друг друга. Это что, это самое такое излюбленное в мире Counter-Strike. И вообще, я думаю, в киберспорте. Наигранные улыбки вот эти вот, да? Наигранная радость к своим тиммейтам, скажем так. Ты же не можешь говорить прилюдно там, тем более у тебя есть контракт. Ты же не можешь говорить, что твой тиммейт, скажем, не такой как все. Да, необычный. Необычный. Интересный. Осуждаемый. Ну, ладно, хорошо. Мы уйдем с этой скользкой дорожки. Мы рискуем провалиться как бы в пропасть Кринжа. Ты понимаешь, что вот хотелось бы, конечно, в теме решафлов обсудить с тобой, конечно, и твою историю с FaceClan. Почему FaceClan позвали вот именно тебя? Как ты думаешь? Ну, во-первых, поджимало время дедлайна по составам. Во-вторых, я не спрашивал, почему я. Ну, они говорят, что из всех таких игроков, которые были не под контрактом, которые играют типа хорошо и которые играют с опытом. Ну, можно говорить, то есть я не мог взять какой-то молодого игрока, но он может опять же подносрать штанишки. То идеальный вариант был это я для них. И, в принципе, для меня тоже был идеальный вариант вступить в FaceClan. Ну, это прекрасно. Ну, у меня была куча вариантов вступить в разные команды, когда тоже принимали участие на мейджоре. Но на тот момент я был готов пропустить мейджор, чтобы после него вступить в какую-то команду. Я был готов к этому, но потом пришло приглашение от Face, и я не задумываюсь и сказал «Oh, yes». Прям так и сказал «Oh, yes». Ну, не прям, но почти. Хорошо, ты сказал, да? Вот руководство с твоим опытом игры за FaceOf, в общем-то, к чему нужно быть готовым, когда ты переходишь в команду из другого региона? Я бы сказал, единственная такая большая проблема – это языковой барьер. То есть думать на английском самое сложное. Когда ты переходишь в состав типа Face, где игроки разных национальностей, разных пониманий вообще, менталитет и прочего, то легко. Потому что никто не задумывается, никто не мыслит однобоко. Все думают по-разному, и при этом все ценят, все понимают, что ты приехал с другой страны, и ты не можешь быстро адаптироваться под, не знаю, какие-то ментальные вещи команды и прочее. Они все простые и разные. Вот что было. Вот, допустим, если бы я пришел в какую-то команду, где, скажем, там, одни бразильцы пришел, Стюи. Мой там бразил, да? Ну, это же как Стюи пришел в СК, где были все бразильцы. Там сложнее. Там сидит четыре чувака, которые… у них один менталитет, одно понимание игры, одно вообще видение всего этого. И он пришел вообще из другой галактики, можно сказать. И у него происходит какой-то в голове диссонанс всего этого. То, что происходит, почему, как и все. Это не складывается, ему надо себя психологически ломать. А в случае Фейс, тут все было просто. Я пришел, и у меня единственная проблема была. Я думал, что я знаю английский достаточно, чтобы играть в Мирстрайк. Оказалось, что это не так. Там у них яма по-другому, да? Ну, не совсем. Разговаривают они так же. Просто говорить на турнире в стрессовых ситуациях быстро, четко и внятно. Это сложно. Это сложно, потому что… Все равно задумываешься, что… Приходится думать. Ты некоторые вещи пытаешься переводить. Потому что есть чуваки, которые жмут по стенке там быстро, справа там, с боковым в руке. Ты не можешь там быстро сказать, проговорить на английском. Когда я говорю то на русском, я даже не задумываюсь. У меня в голове это просто, ну, как бы машинально происходит. И я говорю, что я вижу. А когда я играл за Фейс Клан, я говорил… Я в голове говорил на русском, что я вижу. Переводил это и потом только доносил. А это время и… Тем более на английском я не говорю так быстро, как на русском. Поэтому здесь такая проблема. Ага. То есть, в принципе, это была единственная проблема твоя вот там. То есть, ну, я к чему? Вот ты приходишь в новый состав, да? Абсолютно новый. Какие-то люди, какие-то говорят что-то на английском. У них так быстро это все в голове появляется. А вот что, как ты думаешь, нужно делать для того, чтобы эта синергия все-таки нашлась? Ну, чтобы язык выучить? Это единственное вообще, что… Ну, для меня не было проблемой вообще прийти в этот состав. Потому что я хорошо был знаком с Гвардианом. Я хорошо общался с Нико. И у меня не было проблеми никогда с Олофом. И с ним постоянно перебрасывать какими-то фразочками. Рейна знал меньше всего, но оказалось с ним легче всего тоже. То есть, он такой общительный чувак. И я когда пришел к ним… То есть, мы играли вместе в ФПЛ. И когда я пришел к ним в состав, казалось, как будто я их знаю уже много лет. И мы как-то вот… Единственная проблема была, это, может быть, как-то свыкнуться к их стратегиям и к новым позициям. И говорить на английском. Это единственная проблема, которую я испытал. А как человек, как личность, никаких проблем не было своих. Потому что они были все вообще на самом деле крутые чуваки. Простые, где нужно помогает и где… Они понимают многие вещи, допустим, которые могут не понимать некоторые молодые игроки. Которые, что там… Кому-то нужно время. Где-то нужно… Понятие роли, что сложная роль. Понятие позиции, что есть сложные позиции, где тебе никто не помогает и тебя со всех сторон просто уничтожают. То есть, они это все понимают, понимают ситуацию и никогда не бывает каких-то там поспешных или каких-то выводов. Слушай, ну вот они все такие все понимают, они все молодцы, но ваши пути разошлись. И я знаю, что в принципе разошлись в том числе из-за того, что им нужен был капитан. Это была основная причина. И еще одна подспудная причина – это твоя позиция, в которой тебе было некомфортно играть. Да. Это я говорил об этом. Я уже под конец говорил, типа, в принципе… Ну то, что в принципе я уже начал привыкать к этой позиции, к этой роли. Она не очень приятная. Это как, знаете, когда ты приходишь в футболе, ты играешь нападающего или там правого вингера или левого. Те говорят, ты становишься в центре защиты. И ты стоишь. Или ты говоришь, ты вратарь. Ты говоришь, ну я же как-то… Головы умеют забивать. У меня рука маленькая, не могу отбивать там. Они говорят, ну братан, что поделаешь, у нас у всех руки маленькие. То есть… У нас еще меньше. Да, там… Да, и демонстрируешь. Совсем детские ручки. Я просто про это говорю, что… И чтобы адаптироваться на позиции, скажем, защитника того же… То тебе нужно время. Тебе нужно понять, каково это. То есть ты же не тот чувак, который бежит вперед. В некоторых моментах ты начинально начинаешь бежать вперед. Потому что… Ты был на такой позиции всю жизнь. Слушай, ну вот по поводу капитанства. Ну… Они это объявляли во время трансфера, что типа, чувак, ты к нам идешь, потому что нам нужен капитан. Или это для тебя стало сюрпризом? Нет, я не был капитаном. Никол был изначально капитаном. И он говорил свое недовольство тиммейтам, что… Он не хочет быть капитаном. Ага. Но… Выбора у них не было. То есть… Кто еще, если не Никол? Либо им придется брать кого-то другого, а у них на это времени нету. Либо другие капитаны под контрактом. И тогда все поджимало. Я им точно сказал, я капитаном точно не буду. Потому что у меня, извините, там уже и так я… А, то есть ваши пути разошлись из-за того, что на твое место они вынуждены были взять капитана. Да, им нужен был капитан. Никол говорил, что он не хочет быть капитаном. И поэтому… Случилось то, что случилось. То есть мне даже там говорил Янкок, будь у тебя такой же английский, как и русский, мы попробуем, чтобы ты был капитаном. То есть… Ну, я заранее понимал, что это… Плохая идея. Ну… Все звезды, которые играют в фейс-клан, они такие же люди, как и мы. Понятно. То есть… Тоже не хотят играть, капитана. Да, любой, кто смотрит сейчас, кто сидит дома, играет матчмейки, фейсинг, неважно, кто только он расстраивает. Все мы люди, все мы одинаковые. Никого нету, кто лучше там, кто хуже. Роботов таких нет. Роботов нет. То ты получаешь соответственный результат. Вот и все. То есть, если ты играешь там 5 часов в день, 4, и относишься к этому так, знаешь, типа, ну я поиграл, я потренировался, 4 часа круто. Ты должен этому уделять 24 часа в день. Ты должен спать и видеть тактики. У меня такое было. Я спал и видел тактики. Я просыпался и записывал. Я думал, нифига себе, мне пришло. Такое было. Ну, это было давно. Хорошо. Слушай, я хочу с тобой перейти к нашей постоянной рубрике на наших подкастах, которые, в принципе, нам нравятся. Я надеюсь, они нравятся зрителям. Это рубрика Overrated Underrated. Это рубрика... Давай переведу, и я понимаю, что как бы... Ну, уже определились, что не так быстро идет английская мысль у нас в головах. Это рубрика Переоценено, Недооценено. Я буду показывать тебе определенные вещи, там, людей, коллективы, какие-то просто предметы. А ты должен сказать, это переоцененная или недооцененная штука вообще. В принципе, или человек. Интересно. Это Na'Vi в старом составе, еще с Эдварда. Как ты думаешь, это переоцененная или недооцененная была команда? А есть какая-то середина какая-то завода? Нет, середины нет. Не даем тебе середины никакой. Вот только переоценена она была. Или это недооцененная команда, которая могла бы еще... Хе-хей! Блин, сложный вопрос. Просто... Не, ну, в принципе, ты можешь выбрать середину. Просто я вижу, что это команда, которая показывала то, на что она способна, в принципе. И мне тяжело сказать, что это недооцененная или переоцененная команда. Просто, ну, возможно, на какой-то момент недооцененная. Возможно, на какой-то момент она должна была выиграть мейджор. Но этого не случилось. То есть... Была куча... Ну, я думаю, что это хорошо. Давайте назовем это недооцененная. Недооцененная команда. Да, потому что... Да, она еще могла выиграть какой-то турнир, она... Но тут произошло вот что. Появился у нас Бумыч. И как тебе Na'Vi в новом составе с Бумычем? На данный момент переоцененная пока. Потому что мы видели только Na'Vi на одном турнире. Никто не знает, как будет дальше. Может быть, это будет хуже, может быть, лучше. Поэтому на данный момент это переоцененная команда. Переоцененная. Очень много восторгов по поводу прихода Бумыча. И их еще нужно доказать. В общем, да. Конечно. На данный момент. Менталитет игроков. Это переоцененная вещь или недооцененная? Это стоит брать в расчет. Стоит брать в расчет? Менталитет, конечно. То есть это недооцененная в принципе вещь. Это недооцененная вещь. Это то, от которого можно даже и отталкиваться во многих ситуациях в команде. То есть опять же та же ситуация со Стюи и Мейбрами. Пришел бы на тот момент автоматик вместе со Стюи. Два чувака с одним менталитетом, три с другим. И они как-то могли бы еще спеться. Но когда приходит один чувак с одним менталитетом, это сложно. Это, конечно, недооцененная штука и от нее нужно отталкиваться. Хорошо. А знание английского? Переоценено? Если брать конкретно Counter-Strike и… Мы можем взять вообще знание английского. Я думаю, тоже недооцененная. Знание английского это прям… Must have. Must have. Это помогает тебе в жизни. Ты становится легче вообще адаптироваться в мире. Что бы ни происходило, везде все на английском. Ты легко и можешь понимать вообще, что ты говоришь. Ты можешь вообще делать все, что угодно. Это люди с знанием английского, они… Будут, в общем-то, полезны везде, да? Да, полезны. Они имеют какой-то… Они, короче, больше полезны, чем люди не знают, который английский. Я так это перефразировал. И я пойду. Хорошо. А Guardian? Он недооценен, на самом деле. Угу. Потому что я с ним разговаривал, с ним жил. Я знаю, как он мысли, я знаю, как… Чего не хватает Guardian порой, чтобы он прям был тем самым Guardian. Поэтому он недооцененный. Это сто процентов. У него есть еще там такие секреты. У него там куча всего. Просто ему нужно… Есть некоторые вещи, которые ему нужны, просто чтобы не вокруг него это было. И тогда… Это деньги? Женщина? Нет. Нет? Не буду говорить. Я понял. Хорошо. Это останется секретом самого Guardian. Джейми? Недооцененный. Недооцененный, потому что я с ним играю, я знаю, на что он способен. И как он мыслит, о чем он говорит. В какое русло идут у него мысли. И, скажем, до того, как я с ним познакомился, я, возможно, сказал бы, что он переоценен. Но так как я его знаю, я с ним разговаривал, и я могу сказать точно, что это недооцененный. Так как он будет смотреть этот подкуст? Да. Не, ну… Ну, в принципе, ты считаешь, что он недооцененный. Он готов выигрывать большие мажоры, да? Да. А, просто… Я опять сказал уже, если бы я не был с ним знаком, и не разговаривал бы с ним, я бы сказал, что он… Со стороны казалось. Да, со стороны сказал бы, что он переоцененный игрок. Ну, там, да. Чувак попадает, ну… Чувак… 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 Он даже, мне кажется, сейчас на тебя смотрит. Это мой… Это мой бро, это мой брат. И у нас были с ним и хорошие, и плохие моменты. Вы меня заставляете просто сказать… Конечно, конечно, мы тебя заставляем. Бека, я тебя люблю. Но… Фич переоцененный, по моему мнению. Что все его так жестко хайпят, что… Я считаю, что если бы Бека тренировался больше и… Отдавал отчет этому более профессиональнее всей этой игре, то… Я бы сказал вам, что не доцененный. Хорошо. Прости, Бека. И простите все, кто думает, что я ужасный человек. Да, я ужасный. Нет ничего, на самом деле, я считаю. Мое личное мнение, нет ничего лучше, чем правда. Да, просто я ужасный человек, да. Пускай и своя. Следующий. Кин. Хорошо, Кин. В каком контексте брать это все? Переоцененный. Потому что… Я хочу сразу сказать, что… По поводу Фича. Бекки. Если брать… Я говорил, что он переоценен в плане игры в Counter-Strike. Не как личность или как человек. Потому что… Ну все, твои вот знаешь, вот уже все. Ты уже пошел отмазываться, а на самом деле он придет тебе домой? Нет, это мой бро. Он не придет тебе домой, он знает, что я его люблю просто в плане игры, да. Опять, почему я затронул эту тему, потому что если брать кино… Ну да. То в плане… Чего? В целом вообще? Как личность, как игрок, и как в целом, если брать… У него много как бы персоналей. Он там и кейсер, и блогер, и пабгер, и хост, и что угодно. Ну… Ну вот давай мы пройдемся по каждому тогда. Вот как хост он тебе как, ну… Конкастер. Я думаю, что недооцененный он. Почему? И о нем мало кто знает. Я знаю, какой он веселый чувак, и как он может все это вести. Он… Мы его вообще называли КВНчиком всю эту жизнь, всю свою жизнь. Потому что он… Я могу сказать так, что… Ким, когда во влогах или когда хост, он немножко другой ким. Это… Он не раскрывает своего полного потенциала, когда ты видишь того кино, который раскрывается перед тобой, это… Я считаю, что недооцененный. Недооцененный. Мы еще увидим тебя с хвостом. Ким! Молодец. Хорошо. Давай мы тогда просто по поводу хоста. И было интересно. А вот скины в CS GO. Такая прямо она хайпнутая штука. Все за ними бегают, ножики всякие хотят. А вот… Как ты думаешь? Скины, в общем. Скины, да. Вот все скины в CS GO. Ну это переоцененная вещь. Как она помогает тебе? Она дает тебе плюс… B10 к дамеджу? Или что? Красивой винтовкой убить человека. Если ты… Допустим, я уже… У меня там куча скинов тоже. Угу. В свое время я был тоже этим скино-дрочером, который, знаешь, там… Да, наши там… Вруби там… Каждый рассматривал, чтобы царапин не было. Сейчас я понимаю, что это просто… Бесполезно говнищить. Я сейчас тоже не парюсь там… Это ни в коем случае там, если мне напишут себе… Тебе не важно эти скины, отдай мне их. Конечно, я их не отдам. Они стоят кучу денег просто. Ну это для… Дебилоиды будут вкладывать кучу денег в это. Угу. И… Покупать себе скины. Вот такие вот сувенирные за 30 штук баксов. Я слышал, такие истории были. Ого. То есть… Ну это переоцененная вещь определенная, сто процентов. Хорошо, а кумыс? Ну тут без вариантов. Это недооцененная вещь. Вы просто не знаете, что такое вообще сила. Ну как я знаю? Я знаю, например. Ты знаешь? Я сегодня пил кумыс, кстати. А я нет. А я пил. Я на полном серьезе пил. Да? Да. У нас были сегодня съемки и… У меня там была фотосессия и принесли мне баночку. Не баночку, а прям бутылку кумыса. Правда, она была сделана в Киеве, по-моему. Киевский кумыс, знаменитый, да? Я вам скажу, это не тот кумыс, который я привык пить. Ну это недооцененная вещь. Это переоцененная вещь, по-моему, если брать реальность. Ну это че? Это просто молоко. Я не буду говорить. Я не хотел сказать коня. Кобылы. Лошадь. Лошадь. Sorry. А мемы про кумыс? Переоценены или недооценены? Это… Это недооцененная вещь. Это вообще… Это же золото. Это жанр в искусстве, да? Это искусство вообще. Как люди думают просто такое придумывать? Кстати, он похож на меня. Конечно, мемы – это вообще золото, я считаю, интернетом. Ну и еще одна последняя вещь, которую хотелось бы спросить. Недооценена или переоценена? Но фотографий у нас этого конфликта нет. Поэтому я просто так ее тебе назову. Это хайп вокруг шутки про тройник. Ты… А, все. В курсе, да? Вся эта история? Эээ… Блин. Вот хайп вообще. Это хайп? Это на разе хайп? Я просто видел пару твитов там… Ну там… А, то есть переоценено? Для меня это переоценено. Ну что, я увидел там пару твитов, там кто-то что-то написал, там… Типа, кто не написал, я не ожидал, кто-то там еще, что-то еще… Ну и все, она как бы и улетучилась. Для меня. Вообще сам конфликт тебе, он как, ну… Ну это, мне кажется, вообще фигня, пусто полная. Ну да, Дима он такой. Позволил себе что-то сказать, да? Диму я знаю, он… Он мог. Он мог. Это Дима может. Как бы… Но… Ну это такая вещь, это не прям что-то… Ну в принципе, да, стримы, они часто… То есть он же не подошел к ней в жизни такой, знаешь, со своим другом, типа давай тройничок там. Ну да, или во время турнира, в мир флондерами, ей сказал. В лайве, там когда, знаешь, он такой пьяный подходит, такой хост, там все, все… Финал Мажора и Дима такой, со своим другом Люком. Это просто была его личная жизнь, по сути, да? Это было его время после… Ну я имею в виду, это было время, когда он сидел, смотрел чей-то твич, и он мог себе позволять в личной жизни все что угодно. Ну это же Трофл, нет? Это же просто… Ну да. Без какого-либо серьезного контекста, нет? Ну видишь, все-таки обиделся человек. Ну вот так вот. Ну, в принципе, есть люди, которые не готовы смеяться над шутками, готовы, в принципе, открывать целые судебные дела, скажем так. Ну это я такой. А, это вот ты такой. Конечно, что я. Я уже думал, сейчас будет открыто на меня. Хорошо. Сейчас мы с тобой пообщаемся по поводу твоего возвращения в СНГ «Авангард». Да. Были у тебя еще какие-то предложения? Были предложения. Были предложения. Были… Они были такие… Было, да. Я сейчас просто вспоминал, какие были именно. Были предложения. Было с СНГ. Угу. Несколько. Было из Америки. Ого. Да. Ну из Америки было еще и до Фейзов, как бы и после Фейзов. А Китай? Он обычно тоже активен. Китай тоже писали какие-то там… Ну это я, честно, не верю. Когда мне пишут в Китае какие-то там, скажем, турнирочки какие-то непонятные. Для меня это всегда загадка и какой-то стрём. То есть стрёмно ехать в Китай, когда организовывают какая-то непонятная организация. И выплатят ли они вообще призовые. Какой будет отель, как тебя встретить вообще, что будет там. Защитят ли они нас в случае там нападения китайцев со сковородками. Я вообще говорю просто, я примерно говорю просто… Ну я пойду. Я к этому говорю. Нападение китайцев. Угу. Нет, я говорю, что, допустим, всякое бывает в разных странах. Знаешь, что все бывает. Да, конечно. Особенно, когда мы не знакомы. Я говорю про любую страну. Даже поехать в Америку, когда мы поехали на iBay Power, это для меня тоже было стрёмно. Потому что там тоже непонятно. Нас бы не защитили там. Там никто не защитил вас в Америке. На турнире никто не стоял с металлоискателями. То есть мог зайти любой чувак, как сейчас популярно в Америке. Это вот заходить и делать свои дела, в общем, такие злые. То есть любой чувак мог зайти и начать строить там бойню. То есть это неправильно. А когда ты организовываешь там крупные турниры, то там все серьезно. Там металлоискатели, там игроков сопровождают, машины там подгоняют. Это все как надо. А когда, допустим... Я просто знаю, почему я говорил так про Китай еще. Потому что Веск, который организовывал турнир крупный на полтора миллиона. А у них были проблемы с отелем. Там был отель прям ужасный. И они говорили, что наши ребята улетали с аэропорта. То ли их привезли не тот аэропорт, то ли какие-то даты были не те. То есть были какие-то проблемы определенные. Я понимаю, что это может быть нехватки опыта, но тем не менее. Ну, если были случаи, то доверять уже сложнее. То есть был Китай, была Америка, были... Были еще случаи у Кабан, когда ездили там... Не-не, я имею в виду предложения. А, предложения. Которые тебе были, да, перед авангаром. Или во время авангара. Был европейский состав, но он такой, скажем... Не самый, не топ-тир, да? Не самый топ, но там хорошие игроки были. И как-то я вот... Я хотел, более склонялся к СНГ. Потому что мне хотелось говорить на русском. И думать на русском, в принципе. И быть ближе, как бы сказать, к своим. И поэтому... В таких ситуациях мне легче адаптироваться. Ну вот... В принципе, как раз... Я как раз это и хотел спросить. Ты в европейском составе чувствовал себя, ну получается, немного не в своей тарелке. Да, потому что, во-первых, тебя требовали какую-то роль. Не ту, которую ты хотел. Кто-то не хотел быть капитаном. Они поглядывали в сторону, а может заменить кого-то на капитана. Позиция не та. В общем, и еще и английский этот. А сейчас вот ты доволен тем, что... Ну как... Да, конечно. Сейчас я в Улангар. Это Казахстанская организация. Ну это родина. Это... Ну да, то есть... Там мои друзья в организации. Я знаю всех, кто очень давно. И вообще... Классно вернулся к себе, так сказать. Ну да. После такой прогулки. Знаешь, блудный сын вернулся. А как думаешь, имеет значение выступать ли ты вообще в национальном составе? Есть ли вообще понимание у тебя того, что ты отстаиваешь честь родной страны? Ну, в какой-то мере да. Потому что когда мы играли в фулл составом казахов, скажем так, у нас были казахстанцы одни. И нам... Мы чувствовали какую-то легкость в игре, в общении, вообще в понимании и всего этого. Даже не тренируясь. То есть если там мы... Если мы играли в составах СНГ, где у нас были разные национальности, но менталитета примерно один был. Но были иногда порой проблемы с ментальностью небольшой. То есть это не такой большой фактор был, но все-таки он присутствовал. Потому что у всех разные, можно сказать, обычаи, приколы и прочее. К этому можно привыкнуть легко, но к этому надо привыкать. Ясно. А ты вот играл с разными тиммейтами, вообще за разные кланы, за разные теги. Вот какая команда была для тебя командой мечты? Моя старая команда К23, которая играла в Казахстане. Ну, в которой мы, в принципе, начинали. А почему так? Там было настолько все просто и понятно, и мы знали друг друга давно. И у нас не было такого, что все были на своих ролях. Всем было комфортно, все изначально приняли эти роли. То есть когда каждый кто-то остановился, все говорили, что я хочу быть этим чуваком. И у нас не было каких-то там, кто-то тянет на себя одеяло, конечно. Все делали свою работу хорошо. И когда кто-то все делает свою работу хорошо, и никого нет претензий, тогда все идеально складывается. И, в принципе, все круто. Тогда это было такое... В каждой команде бывают свои нюансы. Кто-то говорит, блин, я там, типа, мне это не нравится, то не нравится. Как у меня был, в принципе, Face, знаешь. Но я игрок, который играл на каких-то ролях всю свою жизнь. И когда мне говорят, перейти на другую роль, это немножко сложнее. Но в команде, где я играл в К2-3, было прям... Все было в нужных местах. Душа в душу была, да? Да, просто было прям приятно играть. Даже проигрываешь, все равно было приятно играть. Хорошо, а если составить топ-5 игроков за все время, кого бы ты в эту команду взял... Ну, ты составляешь команду, даем тебе такое привиление. Ты, Адрен, собираешь топ лучших игроков, которые должны... Лучших игроков. Лучших игроков. Или лучших тиммейтов. Вот давай так сделаем. Давай, ты тоже в команде, и тебе надо 4 тиммейта. Послушай, если я возьму себе лучших тиммейтов, то не факт, что мы будем выигрывать. Мы просто будем хорошо проводить время и будем просто хорошо... А, я понял, хорошо. Тогда, допустим, задача выиграть. Потому что, да, я тоже так бы, знаешь, собрал бы там Федю с улицы, Толика, который Таврию продал. И мы бы так хорошо провели время, но с другой стороны, мы бы выиграли 0 гривен, 0 долларов и 0 рублей. А если собирать лучших, которые вы должны просто разорвать всех? Кто бы они были? Из всех, с кем я играл? Топ-5, да. Блин, сложно. Можно вообще назвать всех из мира. Кого ты считаешь, может быть, действительно богом этой игры? Здесь есть нюансы. Я не совсем играл, и поэтому я не могу сказать про каждого другого. Это, короче, будет. Давай так, чтобы... Это могут быть слухи просто, да, такие? Да. Понятно, что там Симпл брать в любой состав возьмут Симпл. Симпл уже в состав. Хоп, в копилочку. Как один, так любой. Я не говорил про Симпл. А если я с ним играл, кстати, да. Симпл можно дать копилочку. Достаем, засовываем обратно его. В копилочку, да. Симпл номер два у нас, так хорошо. Мне кажется, это так банально будет, если я начну называть игроков. Почему нет? Ну, мы, по крайней мере, узнаем, кого ты считаешь лучшим. Ну, Нико. Нико, так. Уже Симпл, Нико, ты сейчас назови... Позови любого Контра Страхи и скажи, назови мне свой состав. Топ-5, да? Он скажет тебе Симпл, Нико, Колдзеро. Так, Колдзеро. Он скажет, нет, я говорю, что он будет говорить. Да, да, да. И ты, получается, приходишь к тому же. К стандартному составу. Может быть, ну, просто... Мне было интересно, может быть, ты видишь каких-то недооцененных, или, например, ты сталкивался с людьми, которые действительно поражают воображение, но они не считаются топ-1 игроками. Дося. Дося такой? Дося был для меня всегда лучшим тиммейтом. Человек, который никогда не спорит, он никогда... Он принимает любые твои колы, действия, то, что ты говоришь ему. Он всегда скажет, да, давай, сделаем. То есть, это такой настолько приятный чувак, который... Ну... С ним приятно играть. И он играл, он играл, играет хорошо. То есть, у нас были какие-то проблемы в своей команде, это именно общее построение команд, но... как личность у нас не было проблем. Дося это был прям... Ну, для твоего лучший тиммейт, с которым я играл. Ну, вот у нас, видишь, фактически команда и собралась. Адреан, у нас есть Симпл, у нас есть Колдзера, у нас есть... Ну, Колдзера мы не будем брать. Колдзера не будем, мы возьмем вместо него тренера. Нет, мне кажется, Нико будет, да. Да, Нико, Дося, не хватает еще одного, который бы сделал эту команду целой. Ага. Может быть, я? Ну, ладно. Я видел твой взгляд. Да, это было... С ботами я могу сделать, в общем-то, эйсы. Ну, кто... Да, нужен капитан, да? Да, смазка из девс. Да, молотов кинг. Вот автор... Ну, если так брать прям... Молотов кинг, да? Все, и у вас все горит, полыхает, вы просто и сами... Да нет, мы с Дося чилим. А за вас все работа белая тоже. Да, Даня как бы колет, а Нико с Симплом всех убивает. Все-то-все. Вот, я понял. Это, в принципе, отличная стратегия. Хорошо, я понял, как ты... Ну, в общем, ладно, ты связал свою жизнь уже с Counter-Strike. Если бы не сложилось, кем бы ты был? У тебя были мысли насчет того, вот когда ты еще до того, как ты в Counter-Strike уходил? Кем бы я хочу быть? Блин. Сложно сказать, просто я был... Мне было 15 лет, когда я начал играть. 14 лет я начал играть. И тогда у меня даже не было мыслей. Ну, все мечтают быть. Я хочу быть астронавтом. Я хочу быть... А ты кем хотел быть? Counter-Strike геймером. Ладно, хотел быть футболистом в какой-то момент. Так, футболистом. Мне кажется, ты лукавишь. Нет, бандюком хотел быть. Вот. Хорошо. Но это не считается. Это такое время было. Это было популярно. Все смотрели сериал «Бригада». Я, наверное, был как космос. Романтичный бандитизм. Нет, как космос. Такой, ну, дебиллойд. Есть в школьных тачках. Да, дебиллойд там. Пам-пам-пам. Мы не хотим стреляться. Мы наблюдаем. Ну, в принципе, смотри, ты практически до бандитизма и дошел. Ты все равно убиваешь людей, но в онлайне, да? Ну, практически. То есть, ты ездишь на тачке, у тебя призовые фонды шикарные. И у тебя девушка есть? Да. И есть девушка. Я думаю наверняка. Все, я бандит? Красиво? Да. Все. Адрен, понятно. Ты хотел быть бандитом, хотел стрелять, но стал киберспортивным бандитом. Это неплохое, в принципе, неплохая замена своей мечты. А я хотел бы обратиться к нашим зрителям, подписчикам и всем, кто любит канал WePlay. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какая бы профессия лучше всего подошла на самом деле Адрену. Ну, и обоснуйте, почему. И три, скажем так, лучших обоснования какой-то профессии выиграют приз. Приз у нас сегодня необычный. Это три вот таких блокнота от WePlay, YesWeGrow, которые подпишет, поставит автограф и прямо здесь, прямо сейчас сам Адрен. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас, я думаю, ты можешь это сделать. Сделай автограф в каждом из этих блокнотов. А пока что я хотел бы еще раз обратиться к вам, дорогие зрители. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Заходите на наш сайт WePlay.TV. В принципе, следите за этими событиями в киберспортивном мире на наших сайтах. Также подписывайтесь на наш канал в Ютубе. О, какая у тебя роспись. А ты говорил английский, не знаешь? Английском? Угу. Английскими буквами. Вот уже два подписаны. Третий. Вот уйдут к вам, как горячий пирожок. Вы же этого хотите? Хотите. Поэтому пишите, какая профессия лучше всего подошла Адрену. Я уже вижу, что не каллиграфист. Я даже знаю, что будут писать. А что будут, как ты думаешь? Ну, будут говорить, что владелец завода или продавец кумыса или дояр. Никто точно не знает, не являешься ли, скажем так, этим человеком ты на самом деле. Потому что ты мог бросить деньги в этот бизнес, правильно? Выигранное. Ну, никто не знает, что я с ними сделал. Может быть, я и бросил их. Ну, понятно. Ну, в общем, мемы про кумыс, они, конечно, тебя окружают постоянно, я думаю, да? По сей день. По сей день. Ну, хорошо. Мы сейчас перейдем к финальной рубрике. У тебя есть три опции. Взять этого тиммейта в команду. Поставить хэдшот ему. Ну, то есть, образно говоря, пошел он вон. Или затусить с ним на автопате. Три опции. То есть, это хороший тусовщик. Либо это плохой человек, пошел он вон. Либо этот человек будет моим тиммейтом. Давай мы посмотрим сейчас. А можно уточнить? Да. Я могу всем что-то поставить? Ты можешь вообще всем поставить? Я могу со всеми затусить. Можешь со всеми затусить, если это прикольные люди, и тебе кажется, что они прекрасно пьют горилку, скажем так, или водку, или что-нибудь там. И еще. Это Алло, да. Он славится тем, что он... Он вообще прикольный чувак сам по себе. Так с ним пообщаться. И с ним потусить прикольно. С ним потусить прикольно. Да, я бы с ним затусил бы. Алло затусил бы. Что у него со зрением? Посмотри, как близко он смотрит на экран. Это отдельная тема. Давайте затрагивать не будем. Может быть, там он видит голую женщину? Возможно. С ним как раз весело тусить на автопате. Это у нас уже Сизд. Да. Ну, всем понятно, что это Пати Кинг. Пати Кинг. Его называть Пати Кинг. А здесь есть ли среди вас вообще киберспортсмены? Я вот такой вопрос спрошу. Мы сначала тусуемся, а потом уже играем. То есть это главное правило. Хорошо. Ну, в общем, с ним тоже было бы неплохо потусить. Если ты не умеешь тусить, то ты не умеешь играть. Вот такая вот история в киберспорте. Для меня сейчас, знаешь, для человека, который рос... Ну, то есть детская мечта рушится. Как с Новым годом и Дедом Морозом. Я думал, что для этого надо упорно трудиться и, образно говоря, посвящать... А, оказывается, надо тусить уметь. Черт, да я давно киберспортсмен, ребята. Да. Идем дальше. Симпл. Мы специально уменьшили картинку. Вот, чтобы... Тебе не хотелось с ним тусить. Взять команду? Ну, можно взять команду себе тиммейтом. Можно поставить ему хэдшот. Или... Опять затусить с ним на автопате. Я Сашку знаю, я бы взял его себе как тиммейта. Вот, как тиммейт. Крутой. Хорошо. Хорошо. Но это крутой тиммейт. Тем более, мы его уже брали в команду. Поэтому... А что насчет Хоббита? Я... 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 Он не любит тусить. Так. Он умеет тусить, ладно. Я не хочу, то я ему не хочу ставить. Поэтому я бы взял его в команду. Взял бы в команду? Да. Вот еще один тиммейтик нашелся. Хоббит. А Дося? Дося у нас уже был в команде. Да. Я бы взял его в команду и затусил бы с ним. О, сразу два. Комбина женская. Молодец. Молодец. Как человеку можно поставить хэдшот? Я даже не знаю. Мне кажется, он сам себе его поставит. Нет? Может. Он мастер. Мастер, когда отлично потусит на автопате. Все мы умеем ставить себе хэдшоты. Колд Зеро. Я бы поставил ему хэдшот. Вот так вот? А что ж такое? А что такое? А что такое? Нет, ну ничего. Просто тоже мог потусить с ним. Я потусить тоже могу. Бразильский выучить? Ну как бы они на столько раз выигрывали. Ааа. Все. Есть свое. Ну то чтобы, честно говоря, я бы с любым из этих геймеров потусил бы. Любые. Ну тут надо делать вот такой тяжкий выиграл. Кому-то же надо хэдшот поставить. Ну вообще кому-то, да. Хорошо, тогда Колд Зеро мы ставим хэдшот. Нико. Блин. А три варианта можно использовать? Ты всего захотел сразу. Ну давай, допустим. Ты прям вот с ним хотел бы и потусить, и тиммейтом взять еще и... С ним весело тусить. Он как тиммейт крутой чувак вообще. Ну и сейчас хочется хоть что-то поставить. А вот сейчас вот, да, по истечении... Нет, это ни коем случае, типа, это не потому что... Да понятно. А это просто потому что... Ну это же Фейс Клайд. Ну хотелось бы встретиться с Авангарем, с ним и просто растоптать Фейс Клайд. Ну конечно. Я хочу, чтобы мы встретились там на мажоре. Чтобы мы дошли вот туда и встретились с ним. Ну я тебя только очень прошу, Адре. Когда вы встретитесь на мажоре, не начинайте с опцией тусить. Это под конец только. Потому что потом дальше все будет тумань. Ха-ха-ха-ха. Игра будет проигранной. Гардиан. Ну я его взял бы в команду его. А это... Словак. Он как казах. По нему же видно. Смотрите на него. Ну я вообще думал, что это казах. Ну вот. Но это Словак, да? Это Словак. К сожалению. Бумыч. Бумыч. Ну блин. Бумыч я не знаю. Бумыч хороший чувак. Да. Ага. Я не знаю, любит ли он тусить или нет. Я бы с ним потусил. Он мне кажется прикольный чувак. Любит. Ну и хедшот поставил бы тоже. И хедшот бы поставил тоже. Ну это за мажор, который в Атланте был. Ааа. Это тебе за Атланту, бэйба. Хорошо. Ну так ты и в принципе подло можешь и сделать. Можешь с ним потусить вначале, а потом поставить хочу. А Зевс? Зевс я бы потусил бы и взял бы в команду. Не, ну можно и хедшот поставить в принципе. Ага. Тоже за Атланту. Были свои нюансы как бы. Есть за что хочу ставить тоже. Хорошо. Я понял. Есть просто столько вариантов. Можно все варианты просто брать и каждый раз говорить про всех. Ну я понял. Но и хобби таким нельзя. Ну то есть не то, что не хочется хоть что-то ставить вообще. Fallon. Уфуууууууууу. Fallon. Здесь я бы хотел с ним поиграть. Вместе. Вообще посмотреть. Что это за капитан. Что это за человек. На другой стороне может хоть шот ему дать. Это. У нас много пуль. И следующему да? Кеннису тоже? К этому тоже хоть шот. Не задумываясь вообще. Можно даже встать. Хватит тыкать в камеру свою медаль, получай хедшот. Дюпри. Дюпри я бы взял его в команду. Да, неплохой человек. Мне кажется, он крутой тиммейт вообще сам по себе. Я с ним общался много раз и он такой профессионал своего дела. Я бы взял его в команду. Так, Дюпри в команде. Стюи. Стюи. Хедшот. Стюи, Стюи. Стюи молодец. Как ты можешь стрелять в ребенка? Это как в котенка. Я потусить не могу. Ну да, в принципе и потусить это будет. От команды не будешь собрать ребенка. Что делать? Хедшот? Хедшот. Однозначно. Почему называется наш подкаст «Под куст»? Я сейчас тебе объясню. Потому что у нас под кустом всегда находится вот такой конверт. Так. Так. Вот. Сила понадобилась для этого, представляешь? Мужская честь. А мне не лежат? Ну я бы очень хотел, скажем так. Я надеялся вообще, когда шел вести эту программу, что там будут лежать деньги. Но здесь лежит конверт с вопросом от предыдущего гостя. Предыдущим гостем у нас была Диана Райс, как вы помните. А она знала, что я приду? Ну, скажем так, нет. Мы не смотрели. В общем, этот вопрос последний от нашего предыдущего гостя. Диана Райс. Пожалуйста, пусть он мне будет. Когда будет завод с кумысом? Пожалуйста. Диана. Ребят, надо было написать про завод с кумысом. Вопрос такой. Нравится ли азиатке? О! Вопрос с подвохом. С каким подвохом? Я азиат. Ну вот, я же как бы... Вопрос с подвохом, потому что здесь как бы Диана Райс, понимаешь, она как бы... Как тебе это объяснить? Вот как мужчине я попытаюсь объяснить. Она намекает на одну конкретную азиатку. Она казашка же. Ну, почему? То есть казашка не азиатка? Для меня азиатки это просто корьянки, китаянки. Но ты же азиат. Я азиат. Так, подожди, подожди, подожди. Подожди. Давай вернемся на 300 миллионов лет назад, когда зарождалось человечество. Ты не путай азиаты от азиаток. В моем понимании. Ага. А, в твоем понимании азиаты это, в принципе, и казахи, и кто угодно, там туркмены и так далее. Но есть и азиатки. А азиатки это уже Япония, это уже аниме, да? Это была шутка такая. Конечно, мне нравятся азиатки вообще. Почему нет? Мне вообще нравится, как бы, не имеет значения какая национальность. Диана Райс, не говори спасибо за то, что я задаю этот вопрос, а потом как-то отдашь деньги. А Диана Райс тебе нравится? Да, классная девчонка. Она все об этом знают. Прикольная девчонка, все, как бы, хорошая девчонка, всем нравится она. Если бы не нравилось, я бы не звали на такие шоу. Пахнет френдзоной. Ну ладно. Просто этот подкаст может моя девушка смотреть, поэтому видишь, так случается. Она азиатка? Вот насколько тебе нравятся азиатки хорошо. Это не все. У нас есть, ребята, спасибо большое. Вот. У нас появляются, видишь, прямо из стены эти все вещи. У нас тоже есть конверт и столько бумаги. Не знаю, зачем нам столько. Нам понадобится всего один листик. Ты напишешь на нем вопрос следующему гостю. Кто это будет, мы не знаем. Блин. Хорошо. Вот. Пока Адрен думает и придумывает и вообще все, что он может делать с мыслительным процессом по направлению к листику. Мы еще раз напомним вам, дорогие друзья, у нас есть телеграм-канал, в котором мы… А ты тоже это слушаешь? Я смотрю очень внимательно. Я просто пытаюсь придумывать что-нибудь интересное. Ну хорошо. Ты можешь и послушать. Есть телеграм-канал, там пишут и про тебя. Пишут и про Диану Райс, пишут про Бумыча, новости. Все что угодно по поводу киберспорта. Ты даже можешь оттуда узнать, что ты вдруг куда-то переходишь. Мы смотрим далеко вперед. Классно. Так что подписывайтесь, будьте всегда в курсе. Ссылки вот здесь где-то. Будет очень круто, если меня подставят и не будет ни одной ссылки. Я просто буду махать пальцами в кадре. Заходите на наш сайт weplay.tv.tv. Там играйте в наших турнирах. Там всегда есть призы. Почувствуете себя киберспортсменом, таким же как Адрен. Когда-то дорастете, будете орвать какой-нибудь мажор. Так что начинайте вашу киберспортивную жизнь именно с нашего сайта, с нашего телеграм-канала и с нашего ютуб-канала weplay. Я не знал, что написать вопрос так сложно будет. Да? Ты никогда не писал вопросов? Нет, я не задаю вопросов. Не задаешь вопросов? А как ты тогда договаривался о деньгах? В командах. Если ты никогда не задаешь вопросов. Берешь и пишешь сумму. А, ну правильно, там же нельзя ставить конституционный знак вопроса. Можете ли вы столько? Да, хорошо, я пишу. Итак, мы не знаем, кто следующий гость. Попробуем просто так наугад. Возможно, кто-то из киберспорта, из контрстрайков, может быть, из доты. Просто вопрос человеку. Вопрос от человека к человеку. Супер. Все. Мы засекретили, ничего не показали, я надеюсь. Никто не сможет расшифровать, скажем так, эту текстуру. Как его вывернуть? Перевернуть ее, влезть в наши базы данных. Мы кладем это в конверт. И я очень рад, что ты пришел к нам, Адреан. Это была великолепная беседа. Мы столько о тебе нового узнали. Дождь уже прошел, ты можешь спокойно ехать домой, а я могу остаться здесь, в этом подвале, плакать всю ночь о том, что я так и не сфотографировался с тобой, не успел. Сидел и разговаривал. Дорогие телезрители... Ой, телезрители, господи боже мой. Все, мы уже начинаем вести телешоу. Дорогие зрители нашего YouTube канала, с нами был замечательный игрок MVP Кракова 2017. Адрен Даурен Кыстаубаев. Иose, эта площадь. Иcleный игрок божественный. Разography. Иисусы тохи сluен Куста думка р tastesуы. Д unlike S塩, здесь идет Гонро, где его можно болееever. Меме для героини нояркиaufen brilliant Stuart, großzending смысл. Грогие зряхе. Продолжение следует...